Более тысячи дней и ночей длится мировая война. В эти часы никто еще не знает, что в России совершилась социалистическая революция, и Кайзер Вильгельм может считать события в Петрограде просто преувеличенными слухами. Британский премьер в эти часы погружен в цифры. За три года войны Германия мобилизовала 13 миллионов мужчин. 13 миллионов, в России 19 миллионов. Если Россия выйдет из войны, последствия этого для союзников будут ужасными. К счастью, правительство Керенского твердо стоит за продолжение битвы. Им еще неизвестно, что в истекшую ночь пало последнее буржуазное правительство России. По этой лестнице поднялись рабочие, крестьяне и солдаты и арестовали министров Временного правительства. За этим столом только что заседали 13 министров. Листы бумаги исписаны обрывками последних и уже безнадежных планов, черновиками воззваний и манифестов. Так выглядят в наши дни актовый зал Смольного. В ту ночь Владимир Ильич Ленин обратился отсюда ко всем воюющим народам и их правительствам с предложением начать немедленно переговоры о справедливом и демократическом мире. Но призыв к миру не был услышан. Флаги 14 держав смешались с флагами белых армий. Вероятно, никто из политических деятелей Европы не подозревал тогда, что минует всего пять лет, и неумолимая логика истории вынудит встретиться с представителями новой России в Генуе. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Здесь, между Азовским и Черным, среди солончаков и гнилых лиманов, они были разбиты в 20-м. Здесь. Умоляю всех, это здесь, в имении, совсем рядом. Я не могу оставить свою жену, у нее тип. Возьмите меня, месье. Она умирает. Умоляю, она умирает. Союзник, щенови богатушу твою мать. Дурак. Все, все кончено. Ирэн. Ирэн. Ирэн, ну стреляйте же, скорей. Отставить. Это почему же отставить? Ты чья? Чужая. Почему без приказа стреляешь пленных? Здесь люди воюют, товарищ комиссар. Они семечки лузгают. Они нашей крови не жалели. Какая неприверимая. Гляди-ка, Христос воскрес. Ставить. Стихи. Ну что, будем сдаваться? Вы говорите по-французски? Как вы по-русски? Франция признала оборону Врангеля? Я был официально аккредитован. Месье, вы что можете воображать, что это коньяк? Сода с йодом. Все время голову нерет. Ага. Я буду расстрелян? Возможно. Это зависит от вас? Нет. От меня? Пожалуй. Вы предложите мне стать агентом Коминтерна? Ага. Мне тоже больше нравится война бессмертия. Война, которая решается шахматной партией премьер-министров. Послушайте, как долго вы думаете еще продержаться? Это в каком смысле? В историческом. Зласть, Европа! И вас попросим, товарищ комиссар полка. Колеса дюжи вязну, треба пособить. Россия разорена. Вы ведь не можете топить паровозы доктринами Маркса. Я все-таки потерял свой сапог в этой библейской грязи. О, миль сон диабль. А ведь письма эти люди людям писали. Ну, познакомь меня со своей непримиримой личностью. Ком взвода Дякова Глафира. А теперь еще что? Ну, Глаша, значит. Ну, посмотри на меня, Глаша. Мне это вовсе не интересно. Да и пустава я не обязана! Сколько же ты горя должна была испытать, Глаша, чтобы так озлобиться? Ну, еще агитировать будете, или мне можно идти? За каждого пледного отвечаешь лично. Не притуляйся, Европа! И дикость, комиссар, дикость. Банк стучит, хлопцы, мыльца на кону! Ну, милки, давай, по-трибраску. Давай! Ну, держи карточку, сестра милосердия! Давай, давай, не тяни! Ну, что ты тянешь? Давай, 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 давай! Очко! Нет, сестра милосердия! Поп пришел! Берегись! И крепкое вино пьешь. Обогнать судьбу, думаешь? Должно быть, тороплюсь! Так, а куда? К лучшей жизни, товарищ комиссар. Потому себя и других не жалеем. Ялки и Севастополь играли в рулетку, читали Бальмонта, снимали киноленты, но только казалось, что жизнь продолжается. А, месси, не думайте, что вы один все потеряли. Мой отец расстрелян горшими, он командовал бригадой. Младший брат погиб в Одессе. Все было обманом и подлостью. Ведро, ведро, держи равнись, сестра милосердия! Ударит, а на мне медицина. Я ехала домой, душа была полна, неясным для самой, каким-то новым счастьем. Никогда не забуду разговора моего с Кривошейным, гражданским главой правительства Врангеля. Вот эта пуговица на жилете, сказал он мне, приводит меня в отчаяние и бешенство. Вторую неделю не могу ее пришить. Мне некогда, а больше некому. И мы, как пуговица, оторвались от России и болтаемся на одной нитке. И нет силы снова соединиться с нашей несчастной землей. Вам интересны пошлые признания. Хочу понять. Понять? Это значит простить, месье. Все понять и ничего не простить. А ну не жмурься. А то они разбегутся, как воши. А товарищ комиссар с ними беседовать обожает. Пей, беляк. Поднимите. Поднимите. Что я вам сказал? Подними. Вот именно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что с тобой? Красота такая. А зачем? Ну, что ты за мной все ходишь, комиссар? Вы, наверное, очень образованный. Это почему? Больно жалостливый. Жестокость рождает жестокость, а надо остаться человеком. А я? Человек? Интересно, какие ты книги любишь, Глаша? Рассказ про лошадь. Холстомер называется, Льва Толстого. А еще стихи про черную шаль. Все это прекрасные вещи, Глаша. Мой дед все Толстого читал. Он у нас в деревне один был читатель. А вот как вы считаете, для чего дана жизнь? Мне, вам. Чтобы сделать ее лучше. Я верю. А я знаю. Это кто же вам сказал? Ленин Владимир Ильич. Да брешешь ты все, комиссар. Нет, я правду говорю. Да где ж ты и Ленина видел? За границей, в эмиграции. Бельичу наборщик был нужен. Вот меня и послали. Что ты на меня так глядишь? Странно. Что? Не стреляют. И ты стоишь тут. Субтитры сделал DimaTorzok Что же дальше? Что же дальше? Что же дальше? Давайте ваши деньги, месье. Давайте ваши деньги. Поверьте мне, врангельские купюры больше ничего не стоят. Мой костер туманно светит. Искры гаснут на риту. Ночью нас никто не встретит. Атье, барон врангель. Заткнись, сволочь! Атье, мы родину потеряли, а ты еб! Идиоты! Надо проще смотреть на жизнь, мой друг. И надо уметь сделать выводы. Врангель теперь будет вынужден все продать нам. И солдат, и корабли, и вас, штабс-капитан. Ночью нас никто не встретит. Ночью нас никто не встретит, если мы сумим отделаться от часовых, которые начнут тушить пожар. Вот так случилось, Глаша. Теперь ты для меня самый дорогой человек на всем свете. На всем свете. Комиссар! Товарищ комиссар! Подожгли! И прямо как вошли во все стороны! Сволочь! Нас догоняли! Ну, стреляйте же! Стреляйте же, месье! Стреляйте же! Стреляйте же! Эвакуация разгромленных частей Брангеля. Стрелял француз. Так война разлучила Безлыкова с Глашей. Впереди его ожидал госпиталь. А потом долгие поиски по всей России. Разыскавый Дьякову Глафиру. Разыскавый Дьякову Глафиру. Безлыков писал бесконечные письма и телеграммы. И отчаяние его, и надежда звенели в проводах и тянулись в товарных вагонах. А над страной скинувшей с усталых плеч тяжесть изнурительной войны и блокады шумело новое, непонятное для многих время. Стало быть, куда зовут Ильича? В Италии, в Генуи. Они нас три года губили, а мы им ручку. Извольте, господа иностранные капиталисты. Золото, золото. Гадаю, гадаю, гадаю. Для милиции, для покупателей имеются доллары. Какая есть, какая есть. Даю же разнорожное. Кутиловские предлагаю. Кутиловские предлагаю. Интересуюсь. Ой, миленький. Ты как туда залезь? Каша, каша, каша. По всей стране собрание сходки рабочих крестьян выносят постановление. Слышишь, просим ЦИК не посылать вождя революции Владимира Ильича Ленина на генерскую конференцию к иностранным капиталистам. Плохо они себя зарекомендовали. Понятно? Залез, значит, склад и зерно клевал. Тебя как звать-то? Из деревни ушел? Кому скотерочки веселенькие, иголочки, иголочки, кому иголочки? Кто купит моей траватничка, враватнички? Кто купит моей траватнички? Теотральная сумочка! Теотральная сумочка! Срочно продаются, дамы 19 века! Срочно продаются. Дамы 19 века. В колонию пойдешь? Нет. Бублички горячие есть! Бублички! Дядька, меня Шурка звать. Что же нам с тобой делать-то? Валенки, валенки, валенки! Милая, дай пять штучек иголочек. Огневка, купить через всю огню. Огневки, купить через всю огню. Ах, Степа, чай, пушкей, 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 пушкей. Пристоящее огню. Ах, чай, пушкей! Рассыпные поштучно налетай. Брюки, брюки, брюки. Рассыпные поштучно налетай. Да, да, да. Ну, ему хотя бы лицо вымойте. Оля! Несчастный ребенок. Печка дымит. У меня бронхит. Я плачу страшные налоги. И я вынужден брить в шубе. Зачем, я вас спрашиваю, нужна мне эта частная ледяная пещера? Я воевал. Я заслуженный человек в Красной армии. У меня брились командармы. Что будем делать с бородками? Наголо. Начнем новую жизнь. Я не желаю торговать больше вашими иголками. Глашка. Глашенька. Обожаю окаянную. Глаш. Убери руки. Стреляла я таких. Я вот иголочки для примуса делаю. Иголочки. Вроде пустяк, дребедей. А могу уколоть. И больно. Не стращай. Я пуганая. Ты полагаешь, кто я? И мы из трудового крестьянства. Из тех же ворот, что и весь народ. Пролетарии. Они чего хотят? Выдрать, к примеру, из пианины все струны и раздать на баллайки. А я не желаю. Человек без своего интереса жить не может. Конечно, разговор еще имеется, кто кого. Мы их, то есть пролетариевы и безлошадных. Или они нас. Это правильно замечает гражданин Ленин. Ты погляди. Продразвездку сняли, а? Заменили налогу, а? Значит, свободная торговля. Вольное обращение золота. Выходит, наступает на гражданина Ленина новый капитал. И с тылу, и с фронту. Уходите. Глафира. Заяви гражданину. Уходите. Не найдется ли огонька у частного капитала? У нас найдется. У нас все найдется. Перекур для труда и капитала. Откуда это у тебя? Да баловство. Художники из коммуны приносят. Я у них комендантом в общежитии работаю. Пять лет холодали и голодали. Кончится, думали, гражданка, заживем по-человечески. Осуждаете? Только хорошо, что молчите. Положение объяснять мне не надо. Оно мне и без того ясное. Все мы ожидали скорого коммунизма после войны. Трудно ждать. По себе знаю. Зря в гражданку играли. Позади могилы одни. На них спекулянты усели, чтобы вино пить. Все обратно катится. Иначе я себе представлял нашу встречу, Глаша. Мальчишка пусть у тебя пока поводит. А я пойду. Свет мой единственный. Горе мое. Тише. Жанат. Ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить с законом, данным, а дамам и ем. Клячью истории загоним лев, лев, лев. У вас из меня ведь саночки имеются? Саночки? Какие? Зачем? А как ты повезешь, милая? Мы из меня из печатной бумагы торгуем кепочками для топлива. Очень хорошо. Отлично, отлично. Милая! 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 Простите, простите, я тут не выберу я. Это почему же, по-моему, я первый? Рассуждение римлянина о мире и войне. Я думаю, мне она полезнее, чем вам, молодой человек. А я думаю, гражданин Котелок, что вам уже рассуждать о войне бесполезно. Вы ее проиграли. Может быть, надеетесь на мир? Ядовито. Ядовито, ядовито. Ведь мы на кипочке для топлива. Вот, пожалуйста. Спасибочка. Послушайте, Котелок! Может быть, вам помочь? Нет уж, читайте римлянина. Кстати, там воспевается хамство. Надежда Михайловна, в дипкурьерский отвел несете ли наркому? В дипкурьерский. Тогда налейте мне чайку, стаканчик. Вы к кому? К товарищу Чечерину. Ваша фамилия? Без лыков. К дипкурьерам заваривают покрепче. И с сахаром. Это нам всем известно. Спасибо. Поднимитесь на лифте на четвертый этаж, потом направо. Где раздеться, вам скажут. Который? Четвертый. Трудно узнать. Шикарные вы оба. Приходится бывать, понимаешь, в Европе. С дипломатической почтой. Дядя Федя. Яна. Январь. Опять вниз едем? Вверх. Вверх, товарищ комиссар. Беседуем, так сказать, в пути. Да, интересно все развивается. Здесь в наркоман деле работаете? Так точно. А вы как, товарищ комиссар? Что хотите делать, спрашивать меня в ЦК? Угу. Драться, говорю? Очень хорошо. Вот мы и пошлем вас в самое пекло. Да. На Дальний Восток? Нет. В наркоман дел. Язык, мол, знаете. За границей бывали. К наркому? Да. Ну что ж, стало быть, еще увидимся. Потолкуем. Вспомним Крым. Прошу вас передать господину королевскому послу, что народный комиссар его ждет к часу ночи. Да. Как было условно. Моя фамилия Безлыков. Очень хорошо. Пройдите, народный комиссар у себя. Товарищ Чичерин, я без Лыков. А, это вы? Ну, здрасте, здрасте. Поклонник римлянина, можете не оправдываться. Вы нагрубили гражданину в котелке, а не мне. У вас просто здоровый инстинкт, хотя и несколько элементарный. Прощаны. Садитесь. Нужна пара обуви. Я ни в чем не нуждаюсь. А я нуждаюсь в более респектабельных сотрудниках. И получил на этот счет указание Владимира Греча. Он вас помнит. Вот записка. На складе вам выдадут башмаки. Жить будете в гостинице. Секретарь устроит вас в метрополе. Ну, полагаю, вам ясно. Если вам выдают башмаки, значит, вы приняты на работу. Оформят вас завтра утром. Что я буду делать? Драться, дорогой товарищ. Драться вместе с нами. За мирное сосуществование с капиталистами. Не устраивает? Ну, вот, пожалуйста. Каждый раз в это время. Прямо-таки какая-то мистификация. Беда с электричеством. Мы готовимся к поездке в Генуе. Ситуация выглядит так. Обе стороны хотят торговать друг с другом. О. И вот при помощи концессии торговли капиталисты намереваются поставить нас на колени. А мы с помощью тех же средств рассчитываем существенно укрепить наши экономические и дипломатические позиции. В Генуе союзники потребуют с нас возмещение военных долгов царя и Керенского и компенсации бывших собственников. А вот нам необходимо выставить контрпретензии. Ущерб от интервенции и так далее. Вот этими подсчетами вы и займетесь. Что? Удивляет? На досуге пишу о хорошей музыке. Вместо того, чтобы сочинять плохую. Задумал исследование Моцартова Дон Жуана. И вы знаете, Луначарский меня подбадривает. Афганский посол приехал, товарищ народный комиссар. Кажется, вы сражались против Врангеля, не так ли? Ну вот и прекрасно. Личный опыт, как замечает наш римлянин, всегда полезен, когда размышляешь о мире и войне. Спрашиваю вас, товарищ Безлыков, потому что в последней записке Владимир Ильич настаивает. Эксперты посылают лишь людей, способных развить, обосновать и отстаивать программу делегации. Ну-с, развивайте, развивайте, товарищ Безлыков, сидите, пожалуйста. Наша основная цель разорвать единый фронт капиталистов. Это средство. А цель мир на основе равноправия двух систем собственности. Замечание, товарища Литвинова, совершенно справедливо. В самом начале конференции Владимир Ильич предлагает развернуть мирную программу на основе тезисов, утвержденных ЦК. Будет ядовито и по-доброму. По-доброму Владимир Ильичом подчеркнуто. Наши шансы? Англичане, безусловно, заинтересованы в успехе конференции. У них два миллиона безработных. Хиллой Джордж ищет пути для оживления торговли с Россией. Может быть, еще на французов надеетесь? Мне кажется, французы займут позицию наиболее воинственную. Допустим. Что тогда? И тут у нас есть несколько вариантов. У вас есть платок? Обыкновенный носовой платок. Есть? Чудесно. Завяжите узелок. Чтобы запомнить все взя сборы, товарищи, да? Чтобы крепко запомнить мысль, подчеркнутую Владимиром Ильичом четыре раза. Мы победили. Мы хозяева в своей стране. И в Гену едем, как купцы, чтобы заключить соглашение с теми странами, которые первыми нас признают и откажутся от ультимативных политических и долговых претензий к России. Эти слова мы должны рассматривать как директиву генеральную. Немцы боятся нашего соглашения с бывшими союзниками России и на договор пойдут. Товарищ Красин читает мысли немцев на расстоянии. Нам нужен мир. И это не тактика, а кардинальное направление нашей политики, разработанной Владимиром Ильичом. Готовьтесь к драке, товарищи. К большой драке. Сшить фрак. Сначала мне сказали, что фраки только для Георгия Васильевича Чечерина и товарища Литвидова. А теперь, оказывается, для всех, прошу, пожалуйста. Они думают, что фрак это гимнастерка. Нет, уважаемый, фрак это газон. Прошу. Триста лет нужно возделывать газон. Прошу, пожалуйста. У нас в Варшавской академии говорили, что фрак не шьют, а берут порядочное сукно и обливают им фигуру клиента. В академии? Да, в Варшавской академии кройки и шитья. Прошу. Танцуют на бау, а брюки одевают сидя. Садитесь. Прошу, пожалуйста. Я бы не сказал, что фрак сидит плохо. Под руками не жмёт? Нет. Прекрасно. Вчера я просматривал французские газеты. Там пишут, что советские делегаты приедут к Геную в национальных костюмах, в красных рубахах, прошу, пожалуйста, с чёрными кушаками. Разве мы не вступаем в поединок? Я вас спрашиваю, а кто-нибудь в наркомате понимает, какая на мне лежит ответственность? Поднимите руки. Прекрасно. Как вы считаете, мы готовы? Были бы готовы фраки. Фраки-то готовы. Ну, идите в нём домой, так меньше помнётся. Мы готовы. Ой. Это что же вам на работе такое обмандирование даёт? Выйдем, Глаша. Отвести. Я уезжаю, Глаша. Куда? За границу, на конференцию в Италию. Ну, что с тобой? Ну, ты пойми, ни у одной у тебя душа горит. Но сейчас самое важное, чтобы не было войны. вон ты какой чистенький. Субтитры создавал DimaTorzok, но сейчас я уезжаю, но сейчас я уезжаю. Субтитры создавал DimaTorzok, но сейчас я уезжаю. Иль трено Дженова-Рома, парти флаунора. Субтитры создавал DimaTorzok, но сейчас я уезжаю. Субтитры создавал DimaTorzok, но сейчас я уезжаю. Субтитры создавал DimaTorzok, Конференция в Генуе самая крайняя, самая ужасная ошибка союзников. Перестаньте. Месье. Субтитры создавал DimaTorzok, Пистолет, Месье. Послушайте, вы понимаете, что значит решиться? Я же вам не шлюха. Значит, я не ошибся. Я так и подумал, когда увидел вашу компанию. Пистолет. Несколько идиотских выстрелов ничего не могут изменить, месье. У ваших друзей оружие есть? Нет. Если... отвечаете вы. Я вам не шлюха. Мир стремительно меняется, штабс-капитан. Постарайтесь это понять. Ну, если хотите, можете посмотреть на своих советских соотечественников. Издалее, разумеется. Сеньоры и сеньори, и тренор Генова-Рома, парте по 40 минуты. Здравствуйте, Вацлав Вацлавович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Чечерин. Здравствуйте, дорогой товарищ Воровский. К сожалению, не имею возможности пожать вашу руку. Собрались, так сказать, на выход. Вижу. Разделены баррикадой. Здравствуйте, Вацлав Вацлавович. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Раздевайтесь, товарищи. Едем дальше. До Санта-Маргарита Варапалла. Это недалеко. Дачная местность. Там в распоряжении делегации предоставлен отель Империаль. Отлично. Едем дальше. Кстати, Вацлав Вацлавович, познакомьтесь. Наш эксперт. Без лыков. Весьма приятно. К сожалению, Империаль очень дорогой отель и обойдется нам в копеечку. Протестовал, торговался, но безуспешно. Итальянцы уперлись. Чтоб потом говорить и писать, большевики роскошьствуют. Советовать госиздатам было легче. А? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой капитан, я не знаю, что получает побежденный, но победители вроде нас с вами не получают ничего, кроме железа, дерьма, крови и страха уснуть в темноте. Я сплю, Эрнестер. Сплю по ночам, несмотря ни на что. Что нас гнало? Что нас гнало навстречу всему этому страшному дерьму? Что? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Туристы и кокотки всех столиц Европы. Ведь предстоят такие захватывающие встречи. В Генуи прибыли делегаты 34 государств с многочисленным вспомогательным техническим персоналом. Приехало более 700 иностранных корреспондентов. Все стремятся в пьяную. Подышать историческим воздухом. Глава германской делегации, канцлер Вирт. Он проживет сложную жизнь и в наши дни, незадолго до смерти, станет одним из борцов за мир. За ним следует пророк в Афраке, миллионер и министр иностранных дел Ротенау. А позади фон Мальцин, начальник восточного департамента. В Великобританию представляет на конференции премьер-министр Ллойд Джордж. Всем улыбающийся мэтр Ллойд Джордж. Кстати, его дурному знанию французского языка делегаты обязаны тем, что они собрались именно в Генуи. Итальянцы предложили, соберемся в Жен. Ллойд Джордж не понял, согласился, предполагая, что имеется в виду Женева. Французы, знакомый нам по Крыму Жак Менье, а это первый делегат Франции, министр, литератор и друг Пуанкаре Луи Барту. Французский премьер предпочел остаться в Париже, чтобы не оказаться в невыгодном положении. Умиротворение Европы специальность Ллойд Джорджа, а правительство Франции намерено дать Чичерину бой. Пройдут годы, и Луи Барту, осуществляя уже иную, более дальновидную политику, падет от пули террориста Марселя. Соглашение с Москвой это золотой брусок, начиненный динамитом. И уж при всех обстоятельствах мы не позволим англичанам завладеть русскими рынками и нефтью. С чем вы приехали в Геную, господин посол? С большим ведром. Не понимаю. С ведром воды. Официально мы не участвуем в конференции, я здесь только наблюдатель. А наблюдатель, этот человек, обязан ежедневно набирать полный рот воды, чтобы молчать. По возможности красноречиво. Ваше красноречие уже оценили. Все понимают, что штаты хотели бы сорвать конференцию. Час открытия конференции приближается. Отступать слишком поздно, говорят дипломаты. Вооружимся большой ложкой, которой надо пользоваться, когда садишься обедать с дьяволом. Итальянскому правительству этот обед представляется чрезвычайно опасным. Генуэзский гарнизон увеличен на 25 тысяч карабинеров королевских гвардейцев, гусары, драгунты. Король Италии, Кипра и Иерусалима Виктор Эммануил, привел с собой в Геную военный флот. Чичерин! Большевики! Большевики! Где Чичерин? Где Чичерин? Несколько вопросов для газеты Манчестер Гардиан. Зачитали ли мои газеты, я представляю Пти-Паризьян. Хотят знать, где Ленин, правда ли, чтобы привезли его в контейнере. Задавайте идиотских вопросов. Мой вопрос очень серьезен. Я представляю журнал La Femme. Мои читательницы женщины. Их интересует, каковы последствия революции для девушек, желающих выйти замуж. Респондент Гералли... ...вот Sleeping. В общем, собственно, идиотских сегментов. Мои дамы и миссию, Точно столкновение с Земли, с Солнцем ожидали встречи советских делегатов с борту Иллой Джорджем за столом конференции. Этот зал с 16 века носит название символическое. Зал сделок. На который мы не пойдем. Продолжение следует... Британский лев изучает русского, советского медведя. Но это уже становится бестактным. Мэтр Ллойд Джордж, видимо, не считает нужным скрывать парадоксальность и значение этой встречи. Уважаемые делегаты, дамы и господа! От имени Его Величества, короля Италии, Кипра и Иерусалима, разрешите приветствовать вас всех в Генуи, в этом старом дворце. Первое заседание конференции открылось во дворце Святого Георгия в 3 часа 10 апреля 1922 года. После вступительной речи итальянского премьера и декларации Лейт Джорджа, Барту, японского делегата Виконте Исия и канцлера Вирта... Слово предоставляется первому делегату Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Народному комиссару по иностранным делам, господину Георгию Чичерину. Господа, оставаясь на точке зрения принципов научного коммунизма, российская делегация признает, что нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социалистического строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является настоятельно необходимым для всеобщего экономического восстановления. Российская делегация намерена в течение дальнейших работ конференции предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать всякие предложения, имеющие своей целью облегчить время милитаризма. При условии сокращения армий всех государств и дополнения правил войны полным запрещением наиболее варварских форм, как ядовитых газов, воздушной и вооруженной борьбы и других. В особенности же применение средств разрушения, направленных против мирного населения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 М. Чичерин привез с собой в Генуе три контейнеры с книгами, дипломатические переписки. В кармане моего пальто в гардеробе прошу раканские решения, не служба обдружена. В чем дело? Мучительно хочется посмотреть вам в глаза. Я вам сказал, месье, из Дели. А я вас узнал, комиссар. Крым. Крым. Врангель. Месье, боюсь, как бы у вас не было неприятностей из-за этого снимка. Я коммунист. Моя фамилия Кошен. Марсель Кошен из Емунете. Ой, это замечательно, сеньор. Я на вас хорошо заработаю. Сеньор Чичерин тоже коммунист. И я на его фото непременно хорошо заработаю. Теперь моя очередь представиться. Арнст Хемингуэй. Не слишком энергичный журналист, пытающийся писать рассказы. Чшш. Барту. Дуэль Чичерин-Барту начала. Муси вам, черт побери, Чичерин, опасный полемист. Уже ясно, что его трудо поставить на колени. Господин Барту предлагает нам говорить прежде всего о русских долгах. Но, господа, Смысль Каннской резолюции в этом случае далеко не столь ясен. Господин Чичерин держит книгу кверху нога. И теперь понятно, почему Каннская резолюция кажется ему туманной. Это не мешает мне цитировать. У русских хорошая память. И я надеюсь убедить вас в этом. Господин Чичерин заявил от имени российской делегации о своем намерении внести вопрос о разрушении. Я говорю просто, но очень решительно. Предложение встречает с нашей стороны не только протест, не только сдержанность, но точный, определенный и категорический отказ. С вашего разрешения, господин председатель. Если мы ни до чего не договоримся, конференцию придется считать неудавшейся. Я прошу, господин Чичерин, не перегружать наш корабль. Мы только отправились с вами в первое плавание, обозначив при этом, как полагается, линию нагрузки. Впереди нас ждет непогода. Постараемся добраться до пристани и заодно узнаем, что вы за пассажир. Это ты, старина? Ну, я, я, Эрнст. Кажется, здесь делается мир, старина. Впрочем, черт его знает. Нет, нет, делают мир, кажется, русские. Я говорю, кажется. Ты же знаешь, старина, я всегда говорю, кажется, чтоб потом мне было тошно. Что мы помогаем. Что мы говорим? ... ... КОНЕЦ Король Виктор Эммануил устроил прием в честь участников конференции на борту своего крейсера. КОНЕЦ Что вам больше всего понравилось в Генуе? Публика на задних скамьях. Я говорю о задних скамьях конференции, Ваше Величество. Это ужасно. Это ужасно, Мальцин. Они, несомненно, решили договориться с русскими за нашей спиной. Думаю, что еще не все потеряно. Приятно Вас снова видеть, господин Литвинов. Как вам здесь нравится? Слишком много стали и фраков. Я все еще думаю, что договор, подготовленный нами в Берлине, был совсем не так плохо. Но вы его не подписали, господин канцлер? Будем откровенны. Поставь мы свои подписи под соглашением, аннулирующим взаимные претензии и долги. Союзники вообще не пустили бы нас в Геную. Как вы полагаете, не имело бы нам смысла встретиться с господином Чечерином? Разумеется, вполне конфиденциальным. Как вы смотрите на это? Через несколько дней я вас уведомлю. Мне известно, что Лед Джордж и Чечерин хотели бы встретиться в частной обстановке. Каждый день в пять часов английский премьер пьет чай в ресторанчике в Порто-Фиме. А потом гуляет по парку и играет сам с собой в крокет. Вас удивляет, что я француз. Предлагаю посредничество между вами и британцами. Пожалуй. Намерения британцев кажутся мне сейчас более дальновидными. Я буду с вами откровенен, господин Воровский. Я участвовал в интервенции против вашего режима. Мы это знаем. Силой, к сожалению, мы ничего не можем изменить в России. И, каковы бы ни были мои личные убеждения, они не способны оправдать новых жертв. Во всяком случае, с моей стороны. И, знаете, меня воодушевляет фрак комиссара. Приличный фрак комиссар. Где Шиле? Вот я, наверное, с этим никогда не примирюсь. А помните француза, который поджег коровник? Ну, тот, что в комиссара стрелён. Он, например, честно стремится к сотрудничеству. Установлен с тщательной проверкой. А вообще, обстановка в Генуе сложная. Значит, теперь дядька пьёт чай с буржуями? И тебя приглашает. Должно быть, нарком оставит комиссара в Италии на постоянную работу под началом товарища Воровского. Просил передать. Дипломат должен иметь законную жену. А мальчишка отца. Словом, решай. А там сейчас в одних пиджаках ходят. Почти лето. Вчера вечером мне показалось, комиссар, что вы были готовы меня ударить. Фрак сшит в Москве, и совсем не для этого. Едемте. Я взял на себя приятный труд, господа, познакомить вас как частных лиц. В качестве собеседников за столом конференции мы уже знакомы. Но, следуя вашим имитатором, господин премьер-министр, мы пассажиры одного корабля должны лучше узнать друг друга. Да-да. Привасходная мысль. Вы бывали в Англии? Я сидел в английской тюрьме, что вам, вероятно, известно. Какое же преступление вы совершили, господин народный комиссар? Тяжкое. Именно. Я агитировал за мир во время войны. И был интернирован. Агитировать за мир во время мира гораздо опаснее. Я испытал это для себя. Это потому, что ваши друзья не очень в нем заинтересованы. Не сочли бы вы разумным, господин народный комиссар, обсудить наши проблемы на закрытом заседании без назойливого внимания прессы, без пустой болтовни. Пройти мышеловку с одного удара, как видите, не всегда удается. Может быть, мы пройдем мышеловку совместными усилиями? Я совершенно уверен, что мы оба заинтересованы в успехе конференции. Но французам нужен стимул. Стимул по-гречески значит короткий острый тычок для погонки быков. Вот этот простой радикальный инструмент весьма благоприятно подействовать на Луи Барту. Нет. Мы не можем говорить о мире и о торговле с государством, которое не уважает собственности и обязательств своих причинников. Долги сделали царь и Керенский. Тем, кто дал деньги, от этого не легче. Но Россия пережила революцию, величайшую революцию. Величайшую? За исключением революции господину Барту, которую совершила сто лет назад. Ну, вы бы помолчали. У каждого из нас была своя революция. А разве Франция не сказала в 1792 году, что суверенитет народов не связан с договорами тиранов? И разве Франция не разорвала свои обязательства старого режима за границей и не отказалась платить долги? Не тратьте напрасных усилий, господин народный комиссар. Вчера вам вручен меморандум экспертов, который подтверждает необходимость уплаты и намечает и очень детально круг гарантий для русских и иностранных собственников. И собственности в широком смысле слова на будущее. Например, отмену монополии внешней торговли и превращение советской России в данника европейского капитала. Вы же превосходно понимаете, что мы никогда на это не пойдем. короче, вы должны 18 миллиардов и давайте говорить, как и когда вы заплатите. В таком случае, господа, я буду просить вас ознакомиться с нашими контрпретензиями. Отказываюсь понимать! Товарищ Безлыков, сообщите, пожалуйста, нашим собеседникам основные цифры. Претензии России к государствам ответственным за интервенцию и блокаду разнесены по трем категориям. К первой относятся бесспорные цифры ущерба от прямых военных разрушений и похищенного у нас золота. Всего 12 миллиардов 213 тысяч. Ко второй категории ущерб от дезорганизации транспорта и стоимость содержания жертв гражданской войны. К третьей убытки от вынужденного сокращения производства в промышленности и в сельском хозяйстве. Все расчеты основаны на документах. Если господа желают, они могут с ними ознакомиться. Назовите общую сумму ваших контрпретензий. 39 миллиардов. Великолепно! Следуя этим восхитительным вычислениям, получается, мы еще вам должны 21 миллиард. Совершенно верно. Такова точка зрения советского правительства. Бельгийская делегация предлагает прекратить переговоры. надеюсь, господа, мы извиним. Господин Барту, его горячность. Но это я предлагаю вовсе не Барту. Не будем преувеличивать. Нельзя забывать, что за спиной господина Барту стоят тысячи держателей русских бумаг. И нечего удивляться, что иногда они толкают его в спину. А кто толкает вас? Сотни тысяч безработных? Пустые трюмы ваших кораблей. Господа, вы занимаетесь пропагандой. Пропаганда? Да, пропагандой. Марксистских взглядов о неизбежности противоречий внутри капитализма. Вы невольно толкаете нас на мысль, господа, использовать эти противоречия. Да вы только этим и заняты в Генре. Ну что же, не мы выдумали противоречия между вами, господа. И мы не скрываем, что тот, кто первый откажется от нелепых претензий к России, получит и наибольшее преимущество от торговли и сотрудничества с ней. Да. Да. Да-да. Да. Я передам немедленно. войдите. Судя по вашему виду, Мальцин, вы принесли мне смертный приговор. Нет. Известие совершенно противоположного характера. Русские готовы подписать с нами договор. А вы уверены, что это не хитрость с их стороны? Я только что говорил с Чечелином и абсолютно убежден. Который сейчас час? Половина третьего ночи. Половина третьего. Все равно. Я немедленно отправлюсь к Лой Джорджу, все ему объясню и мы придем к соглашению. Именно к соглашению. В таком случае я буду вынужден подать в отставку. Вы теряете чувство реальности, Мальцин. Договор с русскими единственная для нас возможность избавить себя от бремени репарации. Начать новую самостоятельную линию отношений с Востоком. И потерять Запад. Я услышал голоса, господа. Что случилось? Русские дали согласие вино, как говорится, налито. Его придется выпить. когда-нибудь все немцы поймут значение добрых отношений с Россией. Мы подпишем договор с Чечериным. Рапало, 16 апреля. Основные статьи договора предусматривают отказ сторон от взаимных претензий, связанных с последствиями мировой войны и социалистической революции в России. Немедленное возобновление дипломатических, консульских и экономических отношений. Акт подписания означает для его участников нечто большее, нежели просто дипломатическую процедуру. Для Ротенау это мрачное сознание того, что единый фронт Запада против новой России рухнул. Для Мальцина и канцлера Вирта минуты торжества. Для Чечерина сознание выполненного долга перед партией и ее вождем Ленином. Здесь, в салоне отеля «Империаль», в резиденции советской делегации, в три часа после полудня началась новая эра отношений молодого советского государства с капиталистическим миром. Не странно ли, господин журналист, что Георгий Победоносец тезка народного комиссара Чечерина. Но кто же тогда пронзенный змей? Политика вашего превосходительства? Вы так думаете? Я думаю о мертвых и о тех, кому все еще снится по ночам война. Я готов поцеловать копье, если оно пронзит змею, черта, дьявола, бога. Простите, господин премьер-министр, я имею ввиду бога войны. Генова-Берлино partит fra 15 минуты. Генова-Берлино partит fra 15 минуты. И пассажири пер Барсавия, Рига и Моска камбьер-Берлино. Он едет. И, несомненно, в качестве специального курьера. Мы должны нанести удар наверняка. Поэтому нас интересует не отчет Чичерина, а ответное письмо Ленина с инструкциями Чичерину, который этот тип, вероятнее всего, именно он повезет их из Москвы сюда, в Генуе. Стало быть, все на обратном пути. Взорвать советско-германский договор. И тогда будет поход. Слушайте, ну какого черта вы меня уговариваете? Чтобы ты знал, согласие Советов с Европой это конец для нас. Это смерть. Генова-Берлино. Здравствуйте. Здравствуйте. Как доехали? Благополучно. Привез письмо от товарища Чичерина. Должен передать лично. Владимир Ильич вас ждет. Прочитал Владимир Ильич письмо нашего наркома, отчет и говорит, верно, очень верно делегация выполнила свою задачу, заключив договор с Германией. От имени в ЦИК мы будем приветствовать Рапальский договор как единственно правильный выход как выход из затруднений, хаоса и опасности войны. А ведь были сомневающие, сидя де Федя. Были. А что мы там будем делать в Италии? жить, работать? Чудно. Значит, ты теперь не военный? Теперь я купец. А почему ты меня взял с собой? в Италии? Потому что ты мой сын. А ты не брешь? Так нельзя говорить с отцом. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Шурка. Спокойной ночи. Ложись спать, Ян Петрович. Перед границей сменишь. границей. Да, да. Граница. Ваши паспорта. Да. 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 Это моя жена. А наверху кто? Мой сын. Хочу тебя предупредить, Глаша. Теперь мы за границей. И что бы ни случилось, мы не имеем права вмешиваться. Ни во что. Вот тут у меня письмо Владимира Ильича. Говорю это тебе на всякий случай. А дипкурьеры? Каждый отвечает за свое. Спасибо. Что это за станция? Какая-то маленькая пограничная польская станция. Пора спать. Багажовый, багажовый, багажовый. У меня тут не ма багажовый. А далеко до коморы цельной. Юзек. Ходь што прэнкоп. Не пали си, не пекарня. Можем спочекать. Уши гостцови ответят. Моксы си палят. Доброе-доброе, дорогие. Много пассажиров? Вся из Москвы. Очень уютное купе. Едет в семейство. Муж, жена и мальчишка. Еще какая-то пара. Сходит в Тюрихе. А во втором... Кто во втором? Двое мужчин. Во втором. Но он едет не один. Но он едет не один. Стыдно. Счастливая. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пассажирование. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Дядя Федя! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Тоннели! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Прозвучат слова, которые отодвинут войну. Пройдут годы, и в порыве к миру останутся жить и эти люди, и тысячи других, и останется жить глаша, ее нетерпеливая душа. Войдут десятилетия, и люди на всей земле поймут, что призыв Ленина к миру и разумному содружеству народов был обращен не к залу сделок, а ко всему человечеству на долгие времена.